Можно продолжить беседу о родословии Господа, можно похвальный венок принести словесный святому Иоанну Кронштадтскому. Не знаю, и то, и другое хорошо. Святой праведный Иоанн Кронштадтский это священник, которого в общем-то в церкви не было до него. И уже, видимо, не будет. Сколько там сейчас у нас статистика священников в российской нашей действительности церковной, 20 тысяч, 30 тысяч, сколько там их было до революции, сколько в истории. Друг-друг засиял пресвитер, служащий там где-то на островах, в холодных морях, недалеко от Петербурга, ну мало ли священников было на земле. Что мы знали про священников вообще? Мне один товарищ, когда я хоронил его отца, он мне сказал, я знаю о священниках только из двух источников. Из сказки о попе и работнике его балде и из «Двенадцати стульев» отца Фёдора знал. Всё. Значит, вот это в моём сознании священник это вот, два персонажа, больше ничего не знаю. И вдруг бах такой, Иоанн Хронштадтский. Вы знаете, что его слава прижизненная была такова, что трудно было найти крестьянскую хату, чтобы там не было его портретов или его фотографий. От Сахалина до Калининграда, до царства польского, туда уже, совсем на запад, везде его знал весь народ. И обилие чудес поражает воображение даже, так сказать, в сравнении с апостольскими временами, потому что из него лилось, как из рога из обилия, не сразу, но со временем. То есть он поднимал мёртвых. Он, когда прям молился над умиравшим Александром Третьим в Крыму, значит, то он просил Бога дать царю ещё пожить, но, значит, царь умер у него на руках. Он говорил, что, говорит, я уже мёртвых воскрешал, а царя мне Бог не дал. Сердце в руках, царя в руках Божьих. То есть, сколько там он этих водосвятных, ну, это простая ситуация, там, водосвятный молебен, например, служит. Какую-нибудь там косоглазую девочку приводит, там, с косоглазим ребёнок. И он полотенце какую-нибудь или эпитрахиль свою там мочит в воду освящённую, вытирает ребёнку лицо, и у него глазки стали на место. Там немые языки развязывал. Там прокаживали, ну, слушайте, просто лилось из него. В наше безбожное время. Потому что времена, в которых он жил, это было такое сгущение туч на горизонте. И всем было понятно, у кого совесть есть, у кого разум есть, всем было понятно, что сейчас Господь как грянет над нами страшной бедой. Ну, как бы, все остальные, кто не понимает ничего, они дальше пели и плясали, там, значит, бедные спивались и озлоблялись до крайности. Там, те, кто там побогаче, значит, они там в удовольствиях жили. Такой был разум и совесть, и, понимаете, сейчас что-то начнётся. Непонятно, на что начнётся, что очень серьёзно. И вот в это время, когда никто к священникам обычно уже так, собственно, с служением не относился, и вера уходила вниз, всё ниже, ниже, ниже. Вдруг засиял такой великий пресвитер, праведный отец Ян Кронштадтский. Во-первых, я бы хотел, чтобы мы понимали, в каком, так сказать, вот, в какой тьме сияла эта священническая звезда. Кронштадт сам по себе – это такой запорный замок на входе в пролив Балтийского моря к Петербургским берегам. Это военная крепость и одна из главных баз Балтийского императорского флота тогда и сейчас. Это город моряков тогда и сейчас. Но кроме этого, из Петербурга высылали в Кронштадт всех неблагонадёжных людей. Блудниц, панельных, ну, скажем это некрасивое слово, проституток. Всяких там коллег безобразных, там всяких сифилитиков, значит, таких воров, там всякий деклассированный элемент, бомжей, там, раньше слова не было, но бомжи были всегда. Вот это всё это, значит, эту, как бы, такую, ну, грязь человеческую, всё это сгребали, как бы, в Кронштадт. И он там служил, и он столкнулся с таким таким адом, с кошмаром. Причём в академии, когда он служил, учился, у него было сильное желание принести Господа Иисуса Христа, веру, имя Христово, вот эту евангельскую благодать, в какие-то народы, которые Бога не знают. А в это время церковь Христово, русская церковь, русская церковь, занесла Евангелие в Америку, на Аляску, чуть раньше, там, Герман, там, уже, там, Тихон, патриарх уже был, то есть, русская миссия была на Аляске, в Америке. И в Нью-Йорке была уже, и в Вашингтоне уже была, уже была русская церковь в это время. Потом, с другой стороны, значит, Николай Японский в Японии плодотворно трудился, и за Уральскими горами были целый ряд миссий, алтайская миссия. Иннокентий Московский, будущий митрополит, тогда ещё был просто, значит, Иннокентий Песвитер, Иннокентий Вениаминов, там, наверное, на лодочке отплавал, там, значит, пол Вселенной. И всяких этих, алиутов, коряков, там, этих всех, значит, эскимосов, там, крестил, учил и так далее. То есть, русская церковь очень сильно миссионерствовала в конце 19 века. Очень успешно, и до сегодняшнего дня плоды этой миссии сохраняются. Вот я служил недавно в американском подворье у священника, который раньше был на Аляске. И там, значит, главный город Аляски Анкоридж, а место такой главной миссии Ситка, такой город там Ситка есть. Мне говорят, я лечу на самолёте, Аляска это самый большой штат по размерам в Америке, самый большой по размерам штат Америки, с самым маленьким населением. Население православное. Индейцы бывшие, все православные. Я лечу на самолёте, или туда, полтора-два часа на Боинге лечу и устаю. А Иногентий, митрополит московский, он в холодном море, значит, на Байдарке плавал, а по снегам на собаках. Месяцами объезжал эти холодные просторы для того, чтобы какого-то одного индейца поймать, и он язык уже знал там, чтобы научить его веровать там и так далее, и так далее. Там каждый второй мальчик Иннокентий до сегодняшнего дня в память об этом. То есть русская церковь успешно миссионерствовала в самых холодных, в самых необжитых, в самых странных местах, и вплоть до Америки сегодняшнего, до сегодняшних Союзных Штатов. И отец Иоанн, ещё тогда не отец, он академист, но хотел куда-то поехать, чтобы рассказывать о Господе Иисусе Христе, учить людям верить там, где Господа не знали. Но когда он посмотрел вокруг себя, он ужаснулся. К каким ещё язычникам нужно ехать, если здесь под носом у тебя царство языческое? То есть у нас же и сейчас так. Каким ещё можно язычникам ехать? Хочешь индусов просветить, просвети хотя бы своих, которые в индуизм влюбились. Хочешь китайцев просветить, просвети хотя бы своих, которые по феншую кровати крутят в домах своих. Хочешь там ещё кого-то просветить, просвети своих сначала. Тебе даже язык учить не нужно, просто попробуй. Его это поразило. Бедность, грязь, грех, смертный грех, с утра до вечера совершаемый, уже никого не пугающий. Безвылазная нищета, озлобленность, ненависть. Эти коморки, конуры эти сырые, там эти кронштадтские в Петербурге, там эти подвальные помещения, в которых там по 6-7 детей, значит, голых мало чем одетые. Где-то там пьяный муж, бедная жена, там чахоточные люди, вечная вонь, грязь, бедность, голод. Какая Япония, слушайте, какой Китай, какая Индия, вот твоя Япония. И он пошёл к этим людям. И откуда взялась эта его святость? Сначала из доброты и упертости. Он был добрый и в своей доброте был упертый. Он, значит, там он же был женатый человек, хотя у него были такие специфистские отношения с супругом. Он 25 лет, свыше 25 лет, почти 30 лет преподавал в гимназии закон Божий. Гимназия прям через дорогу от дома, где он жил. Зарплату забирала у него матушка. Приходилось за зарплату, потому что он не мог донести эту зарплату. Там было метров, там часто, это все видно, там метров, может быть, 100, ну 80 от его дома до гимназии, где он работал. Эти 80 метров он не мог пройти с деньгами в руках. Он их кому-то отдавал, приходил без денег. Он приходил домой босой, он разурался прямо на улице и отдавал свои, значит, туфли там или ботинки, или сапоги нищему. Он приходил домой в одном подряснике, потому что он снимался и пальто, и шубы, и плащи надевал на этих бедных. Он заходил к ним в дома, покупал им лекарства, покупал им еду, беседовал с ними, утешал их, молился с ними. Там у него есть прекрасные трогательные слова. Он говорит, заходишь в эту вонючую конуру, в которой 10 душ живет на голове друг у друга. Вспомни, у него же дневник, он писал, дневник, значит, моя жизнь во Христе. Всю жизнь его писал. Он говорит, вспомни о том, что Христос родился сам в пещере, где скот ночевал. То есть тоже была вонь, солома, грязь, пещера. Вот спускаясь к этим бедным людям в эту пещеру, в которой они живут, не гнушайся ими. Господь человека сотворил из гноя, из праха земного, из пыли, из грязи. А вот какой красивый человек. Поэтому не гнушайся грязью. Там люди Божии. Иди к ним, помогай им. Он помогал, например. Потом, повторяю, он преподавал закон Божий. Потом он взялся служить литургию каждый день. Это было удивительно. Это было непонятно. Он вообще, значит, нужно сказать, что очень сильно раздражал. Целые группы населения. Значит, так, если перечислять. Он очень сильно раздражал священников. Потому что, если вдруг появляется человек, который неизмеримо лучше тебя, то возникает вопрос, а ты кто? А почему ты не такой? А ты начинаешь что-то придумывать себе оправдание, но оправдания, они как бы гнилые, и как бы ничего не получается. Тогда что нужно, значит? Тогда можно эту свечку задуть, потушить светильник. Как ты его потушишь? Убить его, что ли? Ну, нет. Ну, а клеветать, например, там? Или пренебречь им, или посмеяться, или куда-то кляузу пустить. Короче, наш брат-поп этого Иоанна любил невесть. Были священники, которые были влюблены в него, вот они увидели в нем исполнение замысла Божия о священстве. Говорят, вот какой должен быть священник. Учить, лечить, защищать, сражаться с дьяволом, раздевать руки к Богу, кормить людей Евхаристией, вести народ к Царству Небесному, вымаливать грешников, венчать, укреплять брачный союз, крестить, причащать, соборовать, то есть всюду разносить евангельскую благодать. Всюду, всюду, всюду. С этого Кронштата потом пришлось по всей России. К нему писали письма архиепископ Кентерберийский, примас англиканской церкви. К нему писали католические епископы письма, к нему писали священники и монахи из разных юрисдикций. К нему простые люди писали письма, этих писем было столько много, что в Кронштадте была учреждена специальная контора, почтовое отделение, специально для писем отцу Иоанну Кронштадтскому. И если бы он их читал, то он бы не успел дочитать до следующего дня, до прибытия новой корзины. То есть он просто был не в силах физически вычитать все просьбы, все благодарности, все ходатайства к нему. Он просто клал руки на эти письма, эти горы писем. И говорил, Господи, вот кто просит молитв, вот дай им то, что они просят. И на следующий день летели телеграммы от этих людей, которые там в этих письмах непрочитанные были. Мама исцелилась, там папа выздоровел, там брат с сестрой помирились, там и так далее, и так далее. Через него лилось просто, но оно не сразу лилось. Повторяю, что это был очень нелюбимый человек, ему нужно было вытерпеть очень большую ненависть церковного начальства. У него дневники поразительно пронзительные, честные, которые никогда не издавались полностью. Там цензура, купюры там такая, ну неудобно там писать, он там пишет все, что хочешь, и про себя, и про людей. О, там такие перлы, наши так боятся. Боятся правды Божьей, до сегодняшнего дня боятся. И поэтому там не все прочитаешь, но если прочитаешь, вдруг попадется тебе там интересные вещи. Он там пишет про митрополита Санкт-Петербургского и так далее. Тот его не любил, ну раздражал его Яну Кронштадтской, да. Ни за что его вызывал к себе, там выругивал его, там строил его, значит, и так далее. Ну и наши братья, значит, просто, ну мы простые священники. Его не любила, конечно, вся либеральная общественность. Про Яна Кронштадтского вы можете найти информацию, например, у Лескова, у Толстого. Его почти у всех, не думаю, у Чехова есть, нет, но по-моему у всех писателей. Публицистов, журналистов, филитонистов, конфлитистов. Конца 19-го века, начала 20-го века, было по одной, по две, по три статейки про Цаяна. Все ругательные. Никто не их умил. Все прямо направляли в него луки и стрелы, значит, молнии свои там эти бумажные, канцелярские. И все его страшно критиковали. Были написаны целый ряд пьес, сатирически таких вульгарных пьес, которые про него поставлены на сценах. И в Великом посту их показывали по городам Российской империи перед революцией. То есть он был предметом ненависти, ненависти, лютой ненависти. Уже потом, после революции, большевики за фотографии Яна Кронштадтского, за его портрет, расстреливали без суда. Вот какую-то крестьянскую хату зайдут там, самогона побить там, или зерно найти там, где мы спрятали. А там портрет, например, Яна Кронштадтского. Они тут же, они бесновались просто от его лика, от его имени. Тут же вынимали ногами и стреляли. Не терпеть его ненавидели. А до революции, там, значит, еврейская пресса просто слюной заходилась в ненависти к нему. Либеральные всякие сатирики, там, разные памфлетисты всякие. Наши попы, половина из них, половина души не чаяла в Яне. А вторая половина ненавидела его. Или втихую, или открыто. Церковное начальство тоже не шибко жаловало его. Там еще была такая печаль от дураков, от простых людей. Там была такая целая банда, такая секта и они так. Это была самая, может быть, неприятная вещь для отца Яна. Возникли какие-то малограмотные крестьянские дуры. Которые сказали, что это не просто священник. Это Господь Бог Саваоф во плоти человеческой с небес спустился. Ну, столько чудес от человека было. И они вокруг него плотным кольцом его окружали. Торговали всякими там амулетиками, там, всякими там черточками, там, песочком, крестечками. Там некоторые самые больные хотели ему руку угрызть на благословение, чтобы кровью его причаститься. И почитали его как Бога. Это было просто ужас. Это была куча сумасшедших баб, которые всюду за ним следовали и просто портили ему жизнь. Вот из-за этого, собственно, потом его брали на карандаш там всякие писаки, эти борзописцы, значит, такое. Это была фигура, которая всколыхнула всю русскую жизнь. Всю. Он был непримиримый критик вообще. Похоти, праздности, роскоши, безбожия. У него он просто, в планете, молнии металл. И ему этого не прощали. При этом он все это подтверждал чудесами и ежедневной молитвой. И так прожил довольно долгую жизнь. Он прожил... Он умер в 1908 году, а родился, дай Бог памяти... Короче, он прожил, по-моему, более 70 лет. Более 70, ближе к 80. В непрестанном труде, 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 труде каждый день. То есть, повторяю, что таких священников не было и уже не будет никогда. Я так думаю. Хотя, кто знает. И вот... Ну, что про него сказать? Про него нужно почитать, во-первых, всем. Во-первых, его книжка «Моя жизнь во Христе», она... Это его исповедальный дневник. Но, повторяю, к сожалению, изданный с большими... Ну, с некоторыми сокращениями и купюрами. Потому что нам до сегодняшнего дня кажется, что людей нужно беречь от информации. А люди уже все сами черпают, где хотят. Как бы их не убережешь ни от чего. Нужно идти прямо, никуда не сворачивать, как бы ничего не бояться. Вот. И никакая информация нас уже не собьет от того, что Христос Господь, и что Он воскрес, и что все святое святое. Ну, вот как-то бояться, да. Потом, ну, что еще про Него? Он имел дерзновенную молитву за всех людей. Несомненно, православный пастырь. Твердый православный исповедник отеческой и апостольской веры. Но при этом имел любовь. А любовь не знает границ. Поэтому за Его молитвы получали милость и целые еврейские кагалы и поселения, которые просили Его, например, время чумы там или засухи, помолиться о них. Он никогда не отказывался. Он имел на сердце, никогда не отказывался. Просили, и Он делал. Его рвали на части, но Он таки делал все, что нужно. Поэтому Его почитали евреи в России, мусульмане почитали. И почитали христиане всех конфессий. Потому что они очевидно видели, что в этом человеке есть Дух Святой. Он оживил перед нами, как бы, заново, в эту материалистическую, мертвую, эту бездуховную, предсмертную эпоху, оживил перед нами всю жизнь, значит, святого человека. Похороны его, кстати, были. Петербург знал только трое похорон, которые по возрастающей шли, как бы, все вверх, 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 вверх. Первые похороны, которые сотрясли весь Петербург, это были похороны белого генерала Михаила Скобелева, умершего при непонятных обстоятельствах, который там воевал с турками в Болгарии, и воевал в Туркестане, короче, такой прославленный белый генерал, такой второй Суворов, так у него на могиле, кажется, написано. И когда его хоронили, как бы, Петербург весь, как бы, был наполнен молящимся, плачущим народом, его подлюбил очень народ. И военные, там, все-все-все-все. Потом Достоевский. Когда Достоевского хоронили, впервые над его гробом начали молиться те, кто уже забыл, что такое Святый Божий, Святый Крепкий, Стрибессмертный, помилуй нас. Там, Святодуховская церковь, Александроневские лавры, поставили его гроб и аналой поставили. На аналой положили псалтирь. Подходили люди псалтирь читать. Сначала апокафизмы читали. Ну, сделали очередь выставить желающих. Потом стали читать по псалмому. Ты, псалом, следующий, псалом, следующий, псалом. А потом по одному стиху. Потому что так много было людей. Люди подходили и впервые крестились. Уже забыли Бога, уже отреклись от Бога давно. Студенты, революционеры какие-нибудь, какие-то там, не знаю, всякие грешники. Подходили к этой псалтире, один стишок читали, обливались слезами, отходили в сторону. Его, когда выносили из храма Достоевского, они не могли его нести вокруг, потому что народу было так много, что вот они как стали, как застывший холодец, как бы, не могли ни шага скипить никуда. Его по головам людей на руках обносили вокруг. Люди стояли на месте, потому что двигаться невозможно было. А его вот так вот обнесли. Все двери окрестных домов были открыты и окна. Во всех дверях окна стояли люди со свечками. И все пели «Святые Божицы, крепкости, бессмертные, помилуй нас». Это был какой-то праздник пасхальный, похороны Достоевского. Люди, просто, даже те, кто не читал его никогда, только отслышал про акваты Достоевских там есть. А те, что читали, знают, это был какой-то пасхальный праздник. Похороны праведника, похороны проповедника покаяния. Это было еще больше, чем похороны Скобелева. А похороны Иоанна Кронштадтского, это были самые великие похороны Петербурга. Его не могли довезти через замерзшую эту Балтию, это Финский залив, из Кронштадта на санях до самого Петербурга, потому что через каждые 20 метров, через каждые 100 метров сани останавливались и попы пели панихиды. Там тысячи духовенств было. Там была, вся Россия съехалась хоронить своего батюшку. Народ наш любит священство. Народ наш не любит плохое священство. Но если народ вдруг занюхает, как бы, в священнике Духа Святого, как эти львы в ворву львином, занюхали в Данииле святость, они перестали быть львами, они стали кошками, они стали мурликать и ластиться к нему. Народ хочет священника, хочет себе молитвенника, пастыря, утешителя, хочет батюшку, хочет отца. Это безотцовщина духовная такая. Людям отца просто хочется. Людям за штука отец. И вот они, как бы, все, содрогнула с Россией вся, когда отец Иоанн умер. Его хоронили. Было сразу понятно, что это хоронит какого-то самого великого человека России. Не так велики генералы, которые в бою погнали, там, значит, там, турков, шведов, французов и поляков. Не так велики. И не так великий Достоевский, который книжками с вами перепахал всю вселенную. И еще перепашет сколько людей. Ни один человек, который прочел Достоевскую, хотя бы один роман, там, или Бесов, или Идиот, или Братья Карамазов, он не остается тем же самым. В переводе он прочтет его, там, на испанском, на французском, на индийском, на китайском. Прочтет и поменяется. Достоевский сегодня, уже сейчас, меняет. Вот прямо мы стоим здесь, и он там кого-то меняет. Причем в разных местах. Он переменил сердца миллионам людей Достоевских. Это самый великий миссионер русской цивилизации. Но Иоанн Кронштадтский еще муж. Это священник. Он не просто может тебе сказать о Господе так, что сердце перевернется. Он тебе еще и покрестит, если нужно. Если нужно, поисповедует. И причастит тебя. И укрепит тебя, и совершит тебя, и поведет тебя за собой, и сделает тебя настоящим человеком. Короче, это, конечно, потрясающее явление русской жизни. Святой Иоанн Кронштадтский. Вот есть такой фильм, например, Сокурова. Есть у нас такой Александр Сокуров. Между некоторыми великопрославленным, между некоторыми, ну, вписал себя в историю кинематографа, безусловно. У него есть такой фильм «Русский ковчег». Такой хитро снятый, такой без остановок, без стопов, без склеек, такой одной камерой проходной, такой он где-то в Эрмитаже снимал. Он пытается показать русскую историю от Петра до революции. Это для любителей, это не кино для всех, это не массовое кино, это кино для любителей специфического кинематографа. Так вот он там всех напихал туда, всех царей, всех князей, всех полководцев, всех поэтов и писателей. Там можно поузнавать, где Николай I, где Александр Сергеевич Пушкин, где Наталья Гончарова, где Дантес, где Жуковский, где Александр III. Там все можно угадать. И там нет Иоанна Кронштадтского. А это самый, может быть, великий человек Петровской эпохи. Ну как, например, Пушкин есть, а Серафима Саровского нет. А Пушкин и Серафима Саровского – это равновеликие люди в истории. Их вообще нельзя сравнивать, но в том смысле, что это самые известные люди XIX века. А Иоанн Кронштадтский – это самый известный священник всей Церкви Христовой, не только России, не только Петровской эпохи. Но как-то его не замечают. Вот, например, Дягилева замечают, начнут про XIX века сказать, ах, русские сезоны, ах, русские сезоны, ах, русский балет, ах, Игорь Стравинский, ах, там, понимаешь ли, Дягилев. И будут про них два часа рассказывать. Слушайте, Дягилев и Стравинский, при всем уважении, это два пигмея, а Стравинский, правда, побольше, а Дягилев поменьше. Значит, такой, возле такого, просто голоса такого духовного, понимаешь? Там, ах, вот там, понимаешь ли, Прокофьев, там, ах, вот, понимаешь ли, Шостакович, ах, вот там, ту-ту-ту-ту, ах, ту-ту-ту-ту-ту. Слушайте, вот тут Ян Кронштадтский. Он просто, это самая грандиозная фигура русской истории в конце века перед революцией. Он же все это предсказал людям, слушайте, знаете, что будет, он прям говорил, знаете, что скоро будет? Вам, вам, безбожникам, сволочам, вам, которые забыли нравственность, закон Божий, совесть попрали, которые влюбились в деньги, в блуд, в славу, полюбили революцию, предали царя, уже предали, уже предали давно его в сердцах своих. Полюбили этот земной разврат, полюбили, то есть, похоть эту дьявольскую такую, возмечтали о себе, кто был ничем, то станет всем. Он же видел это все, всех этих сволочей, он видел их насквозь. И он говорил людям, что мужайтесь, держитесь за крест Христов, славьте Господа, потому что ждет нашу страну. Без покаяния нам беда, с покаянием там уже возникают варианты. В общем, мы с вами сегодня пропели Акафист и празднуем память совершенно уникального человека. Совершенно уникального. Причем, сделала его таким уникальным человеком одна простая женщина, звать ее Параскева Ивановна Ковригина. Запомните, может помолитесь когда-нибудь. Она похоронена в Кронштадте на кладбище недалеко от его мамы. Ее отпевал отец Иоанн, там написано, произнес проповедь, не умерла девица, но спит. Это была девушка, то есть, она не знала мужа, состарилась в девичестве. Параскева Ивановна Ковригина. Из Центральной России была. Она нашла отца Иоанна, уже будучи старенькая, он был молоденький, совсем попик такой, но уже был, уже его считали сумасшедшим. Уже вызывали его в консисторию, его вызывал к себе великий победоносцев Константин Петрович, оберпрокурор Священного Синода. И говорил ему, отцу Иоанну, вы знаете, отец Иоанн, слышу о вас, что вы там как-то так очень дерзновенно служите. Знаете, многие начали, как вы, но никто до конца не дошел. Все по дороге сломались. Отец Иоанн сказал ему, извольте дождаться конца. То есть, он имел твердое намерение не ломаться. Он понимал, что его ждет. Ну, его ждало, что хочешь, там было все у него в жизни. И нападение врагов, и болезни, и так далее. От онкологии он скончался. Он знал все беды человеческие. Но он имел вот эту любовь к Иисусу Христу. Так вот, он молился, повторяю, за всех. Вот и просил. Он положил себе на сердце каждый день читать Библию. По многому, с пометочкой. Каждый день служить литургию. Каждый день давать милость. У них посещать бедные дома. Никем не гнушаясь, ни проститутками, ни алкоголиками, ни матросами, этими сумасшедшими, ни кем-то еще. Значит, так он положил себе подвижную жизнь вести. И он это делал. Преподавать закон Божий в гимназии и прочее, прочее. Вот. А когда его просили помолиться, то он говорит, я имел обычай молиться так. Говорит, Господи, Твоя воля святая, как хочешь. Хочешь, чтобы человек был здоров, уздорови его. Хочешь, чтобы он болел, пусть болеет во славу Твою. Как ты скажешь. Это вот эта женщина, Пороскева Ивановна, Царство Небесное, пришла к нему и сказала ему, Батюшка, вы должны вымаливать людям здоровье. Он говорит, как я могу вымаливать, если вдруг Бог не хочет. Он говорит, вы должны, вы можете. Как-то она раскусила его. Она была из духовных чад Серафима Саровского, там, в передаче духовных. И она была такая мудрая женщина, простая русская женщина, девушка, состарившаяся в девстве своем. И она его угадала, она его угадала. И сказала ему, вас Бог слышит, вас Бог любит, вы Бога любите, вы Богу молитесь, вы кричите Богу, вы за Него хватаетесь. Он говорит, что я чувствую, что я держусь, как кровоточивая за одеждой Христовой, за ноги Христовой, и не отпускаю его. Прям просил все, что нужно просить там. Ну, это было чудо какое-то. Он мог родить покаяние в тысячах людей одновременно. Служил часами, там, днями. За службу сменял на себе по три облачения. Он уже промокали до нитки, все. Вот он обливался весь такой. Он снимал одно, одевал другое, причащал по три-четыре часа людей. Тысячи людей приезжают к ним причащаться. Тысячи. У него были чаши такие, как бедро. Такие, что он устали подставку такую, что рука не удерживала, это три часа держать в руке. И она это почувствовала, что будущую славу ей будет. Говорит, вымаливайте людям все, что они просят. Здоровье, успех, там, благополучие, там, помилование, прощение грехов. Вымаливайте. И они очень долго ходили там потом к Кронштадту, беседовали, разговаривали, духовные темы всякие вели, об Иисусовой молитве, там, о Евангелии, о покаянии. Она была очень мудрая такая. Она была одна из таких простых, святых наших людей, которых на Руси всегда было много. Они были неизвестны никому, но их много всегда. И сейчас такие есть. И она его убедила молиться Богу горячо, дерзновенно, чудотворно. Прямо так, нагло, смело. Прямо вот, говорит, хватайся Богу за ноги, проси у него все, что он хочет. Все, что ты хочешь. И он даст тебе. Он тебе не откажет. Он тебе не откажет. Другому откажет. Тебе нет. И он так начал. И получилось. И она поехала в Петербург. Она была, выхожа в разные всякие дома, какие-то богатые, каким-то там, значит, графиням, каким-то княгиням. И говорит, там в Кронштадте, тут недалеко. А когда Кронштадт замерзал, в Финский залив, то там, ну, полтора часа, или часик там, значит, на лошадке, на санях. И прямо там видно Петербург. Прямо с Кронштадта видно Петербург. Поэтому там по льду. А зимой, вернее, летом, там, значит, была на катере, на пороге, на катерке таком, значит, плавала. Каждый день служил в литургии у себя и в Питер, значит. Она говорит, там есть такой батюшка в Питере, Иоанн. Вот Бог ему дает все, что он попросит. И они стали звать его к себе. И он отслужил у себя литургию в Кронштадте. И в Питер, значит, зимой на санях, летом на кораблике. И весь вечер, весь день по Питеру ходит. В одном доме водосвятия отслужит, в другом доме молебина служит, в третьем доме Акафис почитает, в четвертом доме, там, значит, беседу духовную проведет. И потом уже, там где-то чаю попьет, перекусит что-нибудь, и обратно на вечернюю к себе в Кронштадт. И вот так он жил очень долгие годы, не имея покоя. А потом, кроме того, еще преподавал и ходил по этим всем этим бомжатским этим запуткам, вытягивая людей. И дом трудолюбия основал. Огромный дом, в котором женщины пряли, шили, там, ткали, там, гладили, стирали, а мужики столярничали, слесарничали, получали там чистую койку, там, значит, хлебный паек, и деньги зарабатывали, переставали пить, значит, начинали трудиться. Такой дом трудолюбия основал. Через его руки проходили миллионы рублей золотыми в тогдашний год. Он был миллиардер. Через его руки проходили миллионы золотых рублей в суммарном эквиваленте. И он это не прилипало к нему ничего. Как будто это не его было. Так вот, она там говорила, там есть батюшка такой, вы его зовите, он там все сделает. А ему говорила, ты давай, тебя просят, ты не отказывайся, ты иди. И она его сделала Иоанна Кронштадтска. Он был просто отец Иоанна. Его все священники считали, что он того, потому что он то босой пришел на службу там, говорит, где ботинки? Нищему отдал. Ну, придурок, ну что ты все? То там деньги всем пораздает, то служит что-то очень долго, то проповедует их на буднях. Прислушаем, мы только проповедуем в субботу там, или в воскресенье. Что ты на буднях тут, понимаешь, людей держишь. Отслужил, благословил, да иди себе чай пей какой-нибудь и их отпусти. Нет, он понимаешь, он служил и стоит, там что-то проповедует. Ну и он говорит, ну какой-то он странный, какой-то больной. Так его больными считали все. Ну наши все. Наши все специфичные. Наши все очень специфичные. Ну, что тут сделаешь? Так церковь прожила уже две тысячи лет. С такими специфичными. Однако никуда не исчезла. Слава Богу за все. И вот так он родился, Иоанн Кронштадтский. Там его стали звать, тут она ему говорит, давай-давай, иди-иди. И он дошел аж до царя. Его к царю звали, весь мир его узнает, слушайте. Его узнала вся вселенная, при том, что дома у него были сложные отношения с этими ионитками бесноватыми, экзальтированными. И со своими политическими вопросами, с еврейской прессой, и с собратьями, со служителями, которые продолжали смотреть на него косо. Некоторые просто говорили, да что вы его хвалите? Мы все Ян Кронштадтский. Один какой-то метрофорный поп говорил. А что вы его хвалите? Что он, что-то особенное, что-то? Ну просто поп. Это тоже Ян Кронштадтский. Только когда умирать начал, тогда понял, что зря такое сказал. В общем, история церкви, это история очень драматичная, но торжествующая. В конце концов, все равно, Господь Бог, шайму нет, это чисто, она чистая выводит, она чистую воду. Вот. И мы все-таки должны изучить историю без купюр, смотреть на нее, как она есть. А вам, братья и сестры, конечно, я бы посоветовал почитать его пространное, подробное житие святого отца Иоанна. Побывать в Кронштадте, может быть, если получится. А если нет, то на Карповке, в Иоанно-Рыльском монастыре, который он построил, там женский монастырь, где под спудом находится его мощь. Вот. Почитать, может быть, книжку его «Моя жизнь во Христе». Она очень простая, но эта книжка написана в пророческом духе, то есть она очень огненная такая. И она является тестом на гордость. Как говорил преподобный Силан Афонский, если ты читаешь Яна Хронштадтского, его дневник «Моя жизнь во Христе», а там иногда пишут просто какие-то банальности, ну, как бы, очевидности такие. Допустим, там, «О Господь мой! О радость моя!» Там, «Свет души моей!» Я сегодня пришел на службу, грешный с ног до головы, но я встал на колени и молился тебе. Вдруг почувствовал, что ты простил меня. И я встал и бодро служил в литургию, там, «Слава, долготерпение Твоему Христе!» Вот такая, типа, запись такая, все. Там такие, буквально, треть странички. Думаешь, ну и что? Там, следующий, что-нибудь, еще такое, там, следующий, все, думаешь, ну и что? Вот Серафия, это Силан Афонский говорит, «Если ты читаешь эти дневники, и у тебя не рождается умиление, радость, восторг, то ты просто гордый человек. У тебя каменное сердце, ты ничего не понимаешь». Потому что Ян Кронштадтский, он дает понять, как бы, ты вообще Божий или ты не Божий. Или ты актер, или ты слуга Христов. Вот на Яне Кронштадтском это очень видно. И отношение к нему проявляет человека. Или ты Божий, или ты притворяешься. На книжках его видно, на нем, на отношениях видно. Это вообще такая камертон. Камертон русской церковной истории. Святой Праведный Иоанн Ильич Сергеев. Родился в бедной Архангелогородчине. Никогда в детстве не ел ни мороженого, ни конфет. Жил скудно. Папа его был причетник церковный, псаломщик. И поднялся на такую высоту, на которой видно православие со всех концов Зелены. Да, я, конечно, мог бы еще дальше говорить, но надо совесть иметь. Христос воскресе!